Волейбольный сезон вышел на финишную прямую. 30 апреля мы узнаем имя чемпиона России. Зенит-Казань в ранге победителя регулярного чемпионата вместе с волейболистами Белогорья уже обеспечили себе участие в финале шести, который пройдет с 25 по 30 апреля в Екатеринбурге. Таким образом, после заключительного матча регулярки с «Газпром-Югрой», который состоялся 12 апреля, в календаре Зенита образовалась двухнедельная пауза без официальных матчей. Избежав первого раунда плей-офф, подопечные Владимира Олегна имеют возможность планомерно готовиться к поездке в Екатеринбург. В принципе, времени не так много. Решили сделать два дня двухразовые тренировки, третий день одноразовые. Утренние тренировки – это персональная работа плюс тренажер, вечерняя чистая тактика. В основном, внимание уделяется побольше блоку, что у нас нехватка, как это называется, килл-блоков. Нашего блокирования соперник очень часто удачно играет в подстраховке, выбирает мячи. Очень много посвящается на одноразовые тренировки, очень много внимания уделяется подаче приема. Да, сегодня была акция больше сделана на индивидуальные действия, какие-то подачи, такие как приемы, и довольно-таки продолжительное по времени. Так что сегодня всем в воле удалось и попадавать, и приниматься. На сегодняшний день казанцы уделяют внимание любым мелочам, которые так или иначе могут повлиять на исход матчей финала шести. Объективно, «Зенит» хорошо выглядит в борьбе на длинные дистанции – всего лишь три потерянных очка по итогам регулярного чемпионата. А вот краткосрочные турниры подопечным Владимира Олегна в последнее время никак не удаются. По словам наставника команды, сказывается недостаточная помощь от запасных игроков. Не на руку то, что практически не очень много замен у меня есть. И надо сыграть будет четыре матча практически подряд. Физически будет это очень тяжело. Больше, чем ожидал, наверное, больше, чем хотелось бы мне. Играют основные, хотел бы больше помощи от скамейки. Вот. Ну, так, пока так. Глубо говоря, выпадают падающие из приема. Есть возможность усилить за счет запасных, можно усилить прием, но тогда идет потеря на падении. Поэтому нехватка чувствуется. У нас, в общем-то, все игроки в желании чего-то выиграть, не упрекнуть никого нельзя. Да, все это прекрасно понимают и все хотят что-то сделать. В первую очередь для команды, во вторую очередь, наверное, для себя. То есть, ну, все амбициозные здесь собрались ребята. И быть чемпионом России, это не важно, находишься ты в зените или находишься ты в любом другом клубе. То есть, мы этого хотим, мы будем к этому идти, мы для этого сделаем все. Тем временем, 15 апреля стартовал первый и единственный раунд плей-офф. Все четыре пары провели по две встречи на площадках команд, занявших места с третьего по шестое. Московская «Динамо» и новосибирский «Локомотив» не проявили гостеприимства по отношению к «Брикамью» и «Факелу», поведя в своих сериях со счетом 2-0. А вот краснодарская «Динамо» и нижегородская губерния по разу огорчили своих болельщиков, уступив волейболистам «Кузбасса» и «Газпром Югры» соответственно. Там счет в сериях пока равный 1-1. Сложно делать прогнозы, волейбол такая штука, что любая команда может преподнести сюрприз. Я думаю, что, наверное, мы увидим сюрпризы в этих сериях. Многие пары, за исключением «Динамо» и «Перми», наверное, имеют даже равные шансы на выход в финал шести. Так что, я думаю, сюрпризы нас ожидают. Кто захочет положить на площадку чуть больше, чем другая команда, те, наверное, все-таки пройдут. Потому что, в общем, команды равны. Матчи финала шести пройдут в Екатеринбурге с 25 по 30 апреля на площадке дворца видов спорта «Уралочка». Волейбольный клуб «Зенит Казань» организовывает бесплатный выезд для болельщиков на решающие матчи Чемпионата России. Всю подробную информацию вы можете найти на официальном сайте «Зенит Казань» или же позвонив по телефону горячей линии 8 800 550 18 95. Опять.